Всем привет! Сегодня 23 января 2022 года. Я в Руане смотрю на великолепный, прекрасный, божественный собор. Союзнички проявили очень настойчивые попытки развалить этот собор в 1944 году, скинув на него 7 бомб. Это я в Википедии посчитал, просто очень красиво мне понравился. Но тем не менее, собор устоял, и французы его установили. Сегодня я даже заходил вовнутрь него, но долго там походить не получилось. Он почему-то очень быстро закрылся. Я сегодня как-то не рано выехал. Погода такая прохладненькая, поэтому подольше поспал. Сегодня в гостишке был. Ну а собор, конечно, великолепный. Единственное, что все-таки время дает о себе знать, там внутри, как обычно, ведется реставрация леса, сетки подвешенные. Ну так вот внутри он весь в ремонте. А я, как вы поняли, в городе Руан, это устье Сена. Ну не совсем устье, полное устье это Гавр, а это Руан, это так тоже недалеко от Ла-Манша на реке Сене. И вот катаюсь по воскресному городу. Французские дети носятся. Здесь, кстати, тоже, да, вот идет ремонт, восстанавливает шпиль. Ну а я продолжаю свою поездку по Руану. Если что-то сейчас будет интересное, естественно, расскажу и покажу. А вот еще один собор, по размеру чуть меньше, но по своей фигуристости и наличию разных украшательств ничуть не хуже того, что носит гордое название Кафедральное. Тоже множество лепнины, двери такие прям, там дубовые, они там куча-куча все вырезано. Классно. А здесь вот прям соседствуют со старым городом, которым союзнички по какому-то недоразумению не разбомбили. Они любят, любили, точнее, побомбить такие места. Ну вот, как-то странно, мне кажется, что я был несколько раз в Руане, но почему-то я вот эти места не очень-то сильно помню. Может быть, я не доехал сюда, может быть, у меня было мало времени, не знаю. Но очень интересный старый город. Достаточно людно для воскресенья и плюс восьми. Все-таки брусчатка. Это, ух ты, блин, чуть не съехал со ступенек тут такие. Было бы интересно, как я бы съехал. Вот этот собор. Небольшенький, аккуратненький, но очень прикольно. И старый город, отлично сохранившийся. Там, кстати, какая-то ярмарка сейчас происходит. Наверное, это и является источником народа. Нам, скорее всего, собрались пароходщики. И приторговывают всем, чем мне нужно. В надежде, что кому-нибудь это ненужное все-таки окажется нужным. Поеду, посмотрю, чем там они торгуют. А, был здесь рынок, помню. Это место помню, этот рынок. Да, здесь я точно был. Ну, избирательная у меня память. Тут помню, тут не помню. Ну, хорошо, что хоть что-то помню. Ладно, углубимся внутрь рынка. Очень интересный рынок. Тут и пароходщики, и продуктовщики. Вот, а запахи тут стоят просто, просто потрясающе. Тут эти шаурмисты, шаурму свою жарят, грилисты. Курей на огне палят. Ну, в общем, вообще, запахи стоят просто фантастические. Ну, слава богу, я с утра позавтракал, поэтому мне особо это не приличает. Вот, ну, а так, конечно, очень все соблазнительное. Ну, и людно, людно, очень людно. Народ, я смотрю, во Франции любит такие места. И не применует посетить выставку. А я, Ярмаков, базар, рынок. Ну, в общем, место где-то все организует. Я качу дальше, куда-то внутрь, вглубь города. Хочу еще обозрить, что я не обозрел. Увидеть то, что не увидел. Так что, едем дальше. Я совершенно случайно заехал в какой-то невероятный дворик. Просто пипец. Ехал, осматривал окрестности. Тут внезапно открытая дверь. Смотрю, можно заехать. Да, заехал. А тут прямо такой закрытый дворик. Офигенная, красивая штука. Очень древняя. Тут проход такой. И вот я сейчас покажу, как я сюда заехал. Очень-очень прикольно. Внезапно. Ну, фактически в дом заехал. Так оно и есть. Тут длинная-длинная галерея. А здесь вот целая куча стареньких домиков. Я о них тоже хотел рассказать. Я ехал с той стороны, потом обернулся, увидел. И вот эти вот старые дома. Вайфверхная. Они как будто вышли из картинки какого-то, ну не знаю, там, художника-абстракциониста или ребенка. Все такие неровные. Такие кривобокенькие, косые. Ну, очень душевная какая-то здесь такая. Интересная атмосфера. Ну, при ближайшем рассмотрении они выглядят, конечно, не столь презентабельно. Но, тем не менее, этим домам уже, блин, не одна сотня лет. Вот я куда-то выскочил. А, это я выскочил к собору, собственно говоря. Старый город. Вот как выглядят проходы, так надо отдельно снять дома. Ни одной прямой линии. Ну, в общем-то... Тогда, когда это все строилось, лазерных уровней не было. Да и с обычными, я так подозреваю, была проблема. Так, куда-куда-куда дальше? Ну, сюда куда-то, наверное. Очень интересно. Странно, почему-то я вот этого всего как-то не очень помню. Но, видимо, слишком большое количество впечатлений размывает воспоминания. И уже просто забываешь, где что и как. Так что, едем дальше. Да, я сказал, что выехал к собору. Но я совершенно не понял, что выехал я к совершенно другому собору. В руане этих соборов, судя по всему, невероятное количество. Ну, как минимум, три. Три, те, что я видел. Тот, с которого я начал. Самый центровой, наверное, у них считается. А вот еще один. Такой. Ну, тоже немаленький, я хочу сказать. Достаточно большой собор. Большая площадь. Тут уже, судя по всему, местная администрация заседает. И, в общем-то, в общем-то, да. Вот тут специально расставленные штуки, чтобы скейтбордисты могли кататься и тренироваться. Ага, вон тот собор, шпиль торчит, который ремонтируется. А это другой собор. Да, все правильно. Все верно. Мне нравится французская архитектура. Иногда дома бывают вот в одно окошко. Вот, толщиной. Ну, потому что земля все-таки очень дорогая. И строиться можно там, где только можно. Там, где твое. И вот еще один из таких примеров. Вот этот вот зеленый домик. Но тут, слава богу, два окошка. Но зато на две стороны. Два на два. Вот и весь домик. Французский. Очень прикольно. И такие сверху два окошка, как глаза такие. Интересный домик. Ладно, едем дальше. Ага, вот еще что-то собористое такое. Симпатичное. Интересные водоотливы. Я как-то раньше не знал, что это такое. А это вот такие водоотливы. Из пасти, от каждого дракончика. Во время дождя вытекает вода. Ну и льется прямо на голову прохожим. Считается, подожди, наверное, нечего ходить. Прикольное здание. А что это такое? Блин, прям такое все симпатичное. Сейчас, наверное, нам дадут объяснение. Так. Палас юстиции. Дом правосудия. Ну или как он там считается. Короче, суд, наверное, здесь. Что-то такое находится. Ах, 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 ах. Ну вот еще очередной интересный факт. Вот. В 44-м, 26 августа 44-го года союзнички и здесь приложили максимум усилий, чтобы сравнять это здание с землей. Но как бы, как видим, результат окончательный все-таки у них не получился. Что-то, что-то у них вышло, но не совсем. Да, и, конечно же, парадоксально, но факт в том, что Франция и французские города пострадали от попыток освобождения от немцев значительно больше, чем, собственно говоря, от самых немецких оккупантов. Вот. Ну, такой парадоксальный факт, да. Но, тем не менее, что есть, потому что немцы сдали Францию практически без боя, а вот освобождали все-таки достаточно суровыми боями. Ну, ладно, это лирика. Это все уже далеко позади. Ну, в общем-то, я это позади и рассматриваю по большому счету. Смотрю историческую часть замечательного города Руана. А вот эти красивые часы. Часы, я помню, это астрономические часы какого-то известного человека. Но я не сильно помню, какого. Но они очень красивые. Обычно тут толпу людей собираются. Сейчас никого нет. И там дальше уже еще, точнее, дальше еще длится историческая часть города Руана. О! Ух ты! Куча звездочек на небе. вот такие вот руанские часы. Едем дальше. одно интересное здание сооружение прикольной архитектуры в которой разместился еще один рыночек рынков в Руане. Не один. Тут, кстати, достаточно древнее историческое место. Тут находятся римские развалины. Там церковь. внутри этой церкви я уже был в свой прошлый приезд. Туда, когда я был рынка здесь не было. Было не время или еще что-то. А там парковка подземная снизу. Интересный город. Интересное место. Тоже, кстати, запахи тут такие по всей площади разносится, что тут и шаурмисты, и грилисты, как и на том рынке. Вот тут прямо вот эти тушки вкуснейших курочек французских. Что-то меня, судя по всему, тянет на пожрать. Надо уже ехать, обедать. Время уже давно пора. Да и как-то замерзся. Я не спеша катаюсь. Когда катаешься так с променандом, очень быстро замерзаешь. Потому что работать мало приходится. Это даже не пешком гулять, а просто сидишь так холодно достаточно. Так что уже скоро буду сворачиваться. Как-то так. Вот я заехал с обратной стороны этого прикольного здания. и вот эти древние руины римские. Вот таким образом они сейчас выглядят. Симпатичненькая здальница. Что это такое? Ресторанчик такой. Прикольно. французский ресторанчики. И вообще пожалуй франция одна из точнее одна из самая любимая страна в Европе. Она такая интересная живая душевная. Мне нравится здесь. Буду обижать людей. Очень живописненькие такие дворики. Летом они скорее всего заполнены стульями, кафешками и естественно народом которого на этих стульях заседает. Так что-то я прям совсем уже замерз. Надо чесать кафтосику, согреваться, пить горячий чай, кофе. Отель такой прикольный. А вот еще один собор. Руан город соборов. Собористый город. потемнейший от времени, но весьма себе симпатичный и наверное самый древний из всех, что я смотрел сегодня. Ну на этом пожалуй Аруаня зарисовку я буду считать закрытой. Тут же реально как-то холодно, даже кажется, что не 8, а плюс 5. Поскочу к автофику. Ну а всем вам передаю пламенный привет. И пока-пока. Вот моя машина стоит напротив гостиницы, в которой я сегодня ночевал. Сегодня я переночу еще здесь. Завтра уже поеду на базу, где мне может быть дадут бочку и буду я уже в дальнейшем путешествовать с бочкой. А кстати по поводу того, что холодно. На самом деле на улице было не плюс 8 а плюс 3. Вот я просто не туда посмотрел. И это достаточно прохладно я хочу сказать. Руки мерзнут, да и вся моя тушка как бы подмерзла. Поэтому буду я здесь греться. Засим город Руан и я с вами прощаемся. До новых